Девушки отдыхают 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 Пашет. По Лазареву что? Пашет фермером. В Краснодар ездил, луговину свою оформляет. Пашет, пусть пашет. Для нас пашет. Пусть и засеет еще. Она эта луговина так ладненько к нашему коровнику выходит. Ну, чего уперся, чего не уступить? Я ему говорю, Мишенька, я тебе полтора таких надела, через палату выбью. Давай дружить. Нет, воры, грабители. А дальше матом. Как матом? Мам, может я генку к нему отправлю, он с ним быстренько договорится. Не-не-не, рано. Пусть настоится, забродит, как молодое вино. Ну, как скажешь. Так, потихоньку прессуй. Ну, здорова. Здорова. Как жизнь молодая? Нормально. А что дома не ночевал? В Краснодар клиентов возил, потом на вокзале ночевал. А что? А ничего, звонить надо, мама волнуется. Выйди, поговорить надо. Из Краснодара шел, джип темно-зеленый не видел? Вчера? Вчера, да, по-моему, на питомник ездил, она возле перелезка стояла. Короче, тема такая, от Рошки на разборке едут, так что машину наприковал, сам домой и залег, понял? Понял. Понял? Да понял, понял. Давай. Смотри, Захаров на выборы пошел. Ух ты. Будущий Лощенке в крепких руках. Это у него крепкие руки. С воровского пщака поднялся. Ты на морду лица посмотри. Убери, видеть не хочу. А что пишут? Ну, ясно что. Что побьет нас на выборах. Что Станица за него проголосует. Не говоря уже о трошках. Так он на нас от Рошки науськивает. Ладно, разгребем. Захаров не проблема, сына. Купим и продадим. Мне сейчас другой волнует. Аппаратура на новый коровник пришла. Они ее даже подключить не могут. Людей нет. Коля, с кем работать? Ой. Ой, Господи. Друзья твои? Брат Гена со своими. Они у Надюши работают. А я вот в армию осенью уйду, чтобы не видеть всего этого родства. В смысле? А ты что в интернате забыла? А у меня там дочка. Я приехала проведать ее. А как фамилия? Света Горобец. Фотка есть? Конечно. Показать? Год назад. Че, знаешь ее? Оказалось. Спасибо. Угу. Спасибо вам. Если обратно в Кирилловку, могу подождать. Я надолго, на недельку. Если дочка разрешит, конечно. Ну-ну. Спасибо. Здрасте. 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 Здрасте, Клара Борисовна. Угу. А я вам писала. А вы мне не отвечали. Дочка моя у вас учится на доярку. Ну, после развода с мужем. Так получилось. Угу. Поздравляю. И чего приехала? Ребенку нервы трепать. Просто мы перезванивались. Можно я зайду? Все время. А последний звонок от нее какой-то странный был. Ну, там, правда, у меня, конечно, телефон разрядился. Ну, в общем, вот, приехала. Навестить. Может, че надо? Соскучилась, глянула и поехала домой. А нам расхлебывать. А они потом в петлю истерики закатывают. Да нет, ну что, какие истерики? Нет, нет, Света у меня очень выдержанная девочка. Хорошая. Эх, мамы, мамы, глаза б мои на вас не глядели. У нас училище лучшее в области. Знаю. У нас микроклимат. Девочки должны привыкнуть к труду. Должны привыкнуть жить без родителей. Разведутся, побросают детей, ездят. Нет, я своего ребенка не бросала. Я у нас просто... Ну, там временные трудности. А Света сама захотела учиться у вас на доярке. Девочка самостоятельная, с характером. Тут все с характером. Фамилия будущей доярки. Светлана Горобец. Присаживайтесь. Спасибо. А я могу тут помочь. Могу пожить у вас. Я работ не боюсь. Когда в последний раз разговаривала с дочерью? Две недели уже как. Так. Так. И о чем говорили? Да я ж говорю, у меня телефон разрядился. Мы не успели поговорить. Я на рынке стояла, торговала. А она в это время позвонила и что-то прокричала. Я не успела даже… Я не разобрала толком. Мне как раз в этот момент батарейка села. Будь она неладна. Ой, воды дай. Клара Борисовна. Что-то сердце ждет. Мне бы со Светой увидеться. Сбежала Светка твоя. Подождите. Подвела нас. Как сбежала? А вот так. Вот утром на поверке была, а в обед нет ее. Уже две недели как нет. Ну, она меня ждала, я ей гостиницу привезла. Я ей плеер купила, который она просила. Что за ерунда-то? И не одна сбежала, а с подружкой своей, с Абдулаевой. К Абдулаевой отец приехал такой же. С временными трудностями. А отец уехал, и они утром ищи ветра в поле. Намучились мы с ней. И на коровнике не работала. Отказывалась. И Абдулаева, глядя на нее, тоже. Да быть такого не может. Она со мной в коровнике с пяти лет. Она в десять сама теленка принимала. Животные обожают. Не знаю, что уж она там делала в десять лет. А только у нас здесь со всеми педагогами перессорилась. Ужасно себя вела. Сядет в угол, забьется и кует. Да вы что? Света не курит. У нее астма. Клара Борисовна, вы меня простите ради бога, но может вы о какой-то другой девочке говорите все время? Да ваша Светка курит, пьет и все, что угодно парням за деньги делает. Хватит. Где моя дочь? Степанна! Степанна! Степанна, вот мать Светланы Горобец. Здравствуйте. Здрасте. Расскажи о ее поведении. Все расскажи. Всю правду. Да она на меня с ножом кидалась. Ночью. Это просто чудо, что я живая осталась. Данижа Бзулаева и нянечку пытались в толчке утопить. А она потом заявление в милицию написала. Это вам кто угодно подтвердит. Да. Вика, иди сюда. Давай расскажи. Про Горобец и Абдулаеву. Что они здесь вытворяли? Расскажи, расскажи. Да. Сложные девочки. Постоянно водка в тумбочке. А Абдулаева тут нажралась. И давай орать. Подожгу тут все, сучки конченые. Абдулаева, это и ваша Горобец. Не смей так говорить о моей дочери. Понятно? Я в милицию пойду. Я в рану пойду. Я вам тут такое устрою. Да подожди, подожди, милочка. Мы что, по-твоему, груши тут околачиваем, что ли? Сейчас, сейчас я тебя соединю с начальником милиции. Вот и прекрасно. Сейчас, подожди, подожди минутку. Вот и поговорим сейчас. Киреев? Алло, Киреев? Это Клара. Владимир Николаевич. Сейчас я тебя соединю с одной психопаткой. Успокой ее. Это насчет сбежавшей Горобец Светланы. Говори. Алло. Здравствуйте. Свободный сад. Я мама Светланы Горобец. Я сегодня приезжаю и узнаю, что моя дочь пропала, а мне ничего не сообщили. Чего хочу? Я хочу знать. Вы мою дочь ищете? Горобец. Еду. Выясним, как это получилось. Что отличница, красавица, курить тут у вас начала, пить и мочить вас в сортирах. Слушаю вас. Тимофеев? Козлина. Это как же получается, что у тебя посторонние на территории? А? Так я ж… Ну что, обратно в Кирилловскую? Почему в Кирилловскую? Да так. Просто я подумал, что вы здесь долго не пробудете. Чё-то знаешь, да? А ну-ка, на. Давай за руль. По дороге расскажешь. Куда ехать-то? В милицию. А потом в отдел народного образования. Где он у вас тут? Что ты знаешь про мою дочь? Говори. Уехали. Ну говори, говори. Да ночью я их возил. Вижу, две девчонки у обочины стоят. Подвези, подвези. Я и подвез. Когда это было? Ну, недели две назад. Я хорошо их запомнил. Одна симпатичная такая, ноги длинные. Вторая маленькая. Плакала все время. А о чем они говорили? Куда ехать-то хотели? А? Да нет. Но они что-то говорили или нет? Я не понимаю. Да ни о чем они не говорили. Только потом с утра брат сказал, что девчонки пропали. А он откуда узнал? Он у меня тут все знает. Он центровой, в лощинке. Так, тормози. Сейчас прошу у него центровой. Ну тормози, тормози. Глянь, что это? Что ты делаешь-то? Что ты делаешь-то? Я не могу понять. Да ничего. Брат у меня психованный. Сначала ему влетит, потом он меня отметелит. Давайте уже домой вам пора, в эту Кирилловскую. Хотите, я вас бесплатно отвезу, а? А еще лучше вот сейчас на трассе высажу, попутку поймаете. Они у меня потом все равно спросят, куда я вас отвез. Так, едем в милицию, потом в РАНО. Слушайте, я сказал, я не поеду ни в какую милицию. Поедешь. Что непонятного? Ты поспорь еще со мной. Давай, рули. Приехали. Вот милиция, с той стороны ваше РАНО. Вещи свои забирайте. Мне ехать надо. Пойдем со мной, пожалуйста. Да никуда я не пойду. Ну пойдем, пойдем, ты мне нужен. Я без тебя не справлюсь. Пойдем. А то уедешь с моими вещами. Давай, входи. Здрасте. А где кабинет начальника милиции? А я вам ничем помочь не могу. Нет. Вот, начальник милиции мне нужен. Он на втором этаже. А вы записывались? Нет. Но мне он нужен. Подождите. Мне нужен он. Присядьте, пожалуйста. Нет, вы понимаете, дмитрийный сосед. Я вас прошу, присядьте, пожалуйста. Киреев, что случилось? Откуда я знаю? У меня все нормально. Минуту. А вот, товарищ подполковник, тут к вам женщина с ребенком. Чего надо? Какая женщина? Вы кто? Я из интерната. Я только что с ним разговаривала. Говорит, из интерната. Так точно. Проходите. Куда? Пошли, пошли. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Гражданка Горобец, Марина Николаевна. Да. Русская разведена. Прошу вас, проходите, садитесь. Все про меня знаете уже? Интернат Станицы Лощинская подал заявление по факту пропажи Воспитанницы Светланы, Светланы Федоровны Горобец. Заведено дело УК РФ по статье «Бродяжничество». Вы мать девочки и отец Федор Петрович Горобец. А поместили ее в интернат Станицы Лощинская. Так? Да, поместили. Мы поместили. Отец девочки, Федор Петрович Горобец. Проживает в Станице Кирилловская. Да? По адресу Космонавтов 4. В частном доме. Да. Так? Вы проживаете в общежитии животноводческого комплекса «Луч». По адресу Коминтерна 6. Да, так получилось, но мы развелись. И… Потому что он привел в дом другую женщину. Так? Ну, не совсем так. Эта женщина-соседка. Ага. А вообще поздравляю. Спасибо. Про меня вы все знаете. Откуда? Потому что мы ищем вашу дочь. Мы ездим, выясняем, опрашиваем. К нами были посланы запросы, места возможного появления вашей дочери. Вот пришли ответы из местных УВД. Розыск произведен Светланы Горобец, не обнаружено. Розыск произведен, не обнаружено. Ну, а почему мне-то ничего не сказали? Почему я-то? Я только сейчас об этом узнаю. Да потому что вот такая вы мать. Потому что ни разу наши сотрудники не могли заставить вас по месту регистрации. В общежитии. Я была на заработках в Ростове. Марина Николаевна, я тоже отец, и я вас понимаю. Вот мы делаем все возможное, чтобы найти вашу дочь и ее подругу, Авдулаеву Алию Маратовну. Его спрашивали. Вот он говорит, что видел в тот день девочек и отвозил их даже на вокзал. Марина Николаевна, мы опросили одиннадцать свидетелей, видевших девочек в день исчезновения. Понимаете, вот Лощук там, Наталья Буфетчица. Вот Варданян, Артем, таксист. Вот Сварыгин Алексей, пассажир. А в том числе и Киреев Антон, который привез их к вокзалу. Понимаете? А брата его старшего спрашивали? Но он говорит, что брат его что-то знает. Антоша, ну что там знает твой брат? Говори. Ничего он не знает, дядя Вов. Я ей то же самое сказал. Да она что-то напутала. Я напутала? Ты мне что вообще сказал? Марина Николаевна, Марина Николаевна. Надо спрашивать его старшего брата, вы понимаете? Не надо спрашивать старшего брата. Надо смотреть показания. Вот показания Артема Варданяна. Вот этот, Киреев, действительно привез их к вокзалу. Они пробыли там час, потом сели в машину к Варданяну и поехали кататься по станице. Потом они попросили Варданяна высадить их на трассе. И все. Вот они как сквозь землю провалились. И все опрошены. Розыск произведен. Дело не закрыто. Марина Николаевна, вы спрашиваете меня. Кто такая Надюша? Он сказал, что она главная тут. Антон, кто такая Надюша? Сказала, говори, бе. Может, ты имел в виду Надежду Алексеевну Волкову? Кто такая Надежда Алексеевна Волкова? Это моя двородная сестра. Успешный бизнесвумен. Она здесь все у нас на ноги подняла. Станица задышала, хоть стали люди жить по-человечески. Ну что ж ты, Антон, а? Ведь женщина к нам в гости приехала, а ты ей голову морочишь. А? Смотрите на него. Какой? Профукал институт? В армию собрался? Иди. Что тут бомбишь у меня без лицензии? Хватит шляться по станице. Давай, Антонша, иди домой. Иди, не сворачивай. А вещи ее? Иди, вещи ее внизу оставь. Все. Племянник мой. Отличный пацан. Вы тут все родственники? Да, конечно. Станице-то двести лет. Было когда перемешаться? Вы где остановились? Ну, пока нигде. Хотите, похлопачу насчет гостиницы? Пожалуйста, если можете. Вы у нас долго пробыть собираетесь? Ну, я уезжать не собираюсь. Надо искать. Искать, искать и искать. Искать-то надо было раньше. А теперь вот, вот чего. Это, конечно, непроверенные сведения. Говорят, что видели, дескать, их на трассе, катаются с дальнобойщиками. За деньги. Вы о моей дочери говорите? Какие деньги? Какие дальнобойщики? Какая трасса? Эх, Марина Николаевна, Марина Николаевна. Я вот уже мечтал космонавтом в детстве. А теперь вот, проституток ловлю малолетних, из интерната сбежавших. Гостиница там, метров 30. Спасибо. Надюш, привет. Тут мамаша одна приехала из Кирилловской. В общем, мамаша эта упертая. Дальше некуда. Собирается у нас здесь дочку свою разыскивать. Ты Николаю передай. Он просил сообщать ему, если что такое. А, по Отрошкам информация вот такая. Ага. Значит, Отрошкинские сегодня приедут. Ага. И куда едут? Стрелка в парке у стекляшки. Могу тормознуть. Зачем? И сразу дела на них. Понимаешь, да? Надюш, твоя просьба для меня приказ. Давай, все. Пока. Удачи. Ой, Господи. Че это, Николай это выпивать стал, что ли? Нет. Че это нет-то? У меня два раза с бокалом видела его. Да нет, мам. Владик, ну как ты едешь? М? Ну как я еду? Мамочка моя, ну прямо еду. С водителем пятнадцать минут, с тобой же колбасимся полчаса. Подвеска-то. А водителю наплевать. Мам, ты сама хотела, чтобы повел машину? Да, 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 да. Бара не моя. Давай, мам. Давай, мам. Это что? Мам, я… Молчи. Здорово, мужики. Почему срываем срок сдачи? Уже техника из Германии пришла. Что делать будем? Кто не хочет работать, шаг вперед. И сейчас свободен. Есть такие? Нет? Тогда через месяц объект под ключ. Плачу всем в два раза больше. Сделаем? Ну. Мам, ну ты что? Ну зачем этим в два раза? Сережа. Эти они тоже люди. У них семьи где-то 10, и они тоже есть хотят. Они сюда копейку зашибать приехали. А из-под палки они тебя такого настроят, что через год все развалится. Владик где? Владик! Что ты поперся туда? Садись, ехать пора. Не поеду. Езжайте. Тогда иди двенадцать километров пешком. Мам, ну ты что, мам? Езжайте, Надюш, езжайте. Я дойду, дойду. Черт с тобой. Паразит. Еще нервы вымотать не будет. Комедиант хренов. Пап, ну давай поехать. Пап! Ну куда ты? Пап! Да найдем мы тебе твою тетрадку. Ну что, Клара, чего? Того. Чего того? Там ведь не только адреса. Там мои пометки на полях. Телефоны. И, между прочим, тебя это не меньше моего касается. Ты у нас тоже не ангел. Тоже отметился. Когда это? Когда? Да ладно, она вон еще за угол не успела зайти. Сейчас один звонок и все решил. А Надюшка узнает. Ты прикинь, что начнется. А почему она должна узнать? А даже если узнает, и что? А у них там рыльца у всех в пушку. У нее не в пушку. Она святая. Угу. Вон, миллионы на церковь отвалила. Фу! Фу! Может еще? Давай. Ничего себе. Это что ж, все сбежали? Здравствуйте. А можно Марата Хакимовича? Простите, а с кем я разговариваю? А я Марина Горобец. Наши дочки вместе живут в интернате. Вы знаете, я сегодня приехала в Лощинскую. А моя дочь Света, она пропала, понимаете? И вот я, я хотела узнать. Вы знаете, что ваша аллея тоже пропала? А давно пропал ваш муж? Алле! Алле! Что ж такое-то? Да… – Здрасте, девушка… – Здрасте. – Можно от вас позвонить? – Здрасте. – Можно от вас позвонить? – Здрасте. А у меня телефон разрядился. Может, где-нибудь у вас вот… Такой же, как у меня. Давайте, у меня зарядка есть. Спасибо огромное. Говорите, только быстро, у меня через пять минут обед. Слушайте, занято. А можно пока отксирить мне тетрадочку? Тут немного, быстро. Можно? Можно, можно. Спасибо. Страница два рубля. Ага. Люк, ну это опять я. Ну что, все-таки не звонила? Слушай, отдай мне рабочей Ребаконе. Я звонила на мобильную. У него все время занято, Люк. Откуда у меня служебный-то? Он же твой муж немой. Люк, ну, я не могу долго… Девушка, а можно у вас бумажку попросить? Пожалуйста. А какую-нибудь бумажку? Бланк там, возьмите. Люк, говори. Люк, я перезвоню. Спасибо. Ух, восемь страниц, шестнадцать рублей. А? Спасибо. А можно мне в туалет у вас сходить, девушка? На улице, в парке напротив. Прямо не ошибетесь. Ой, нет. Помогите мне, пожалуйста. Спрячьте меня. Это они меня ищут. Понятно. Сюда иди. За посылки спрячься. Направо. Спасибо вам огромное. Здорово. Ну-ка глянь там. А? Куда? Куда? В конец оборзел? Чего орешь? Куда ты прешь? Стой, туда нельзя. Рот закрой. Куда ты пошел? Нельзя туда? Я тебе пишу, и он только глянь. Да и не боись, не тронем. Здесь тетка такая смазливая не заходила? У меня если за день две бабки за пенсии придут, праздник. Нет. А ты чего нервная такая? Глаза прячешь? Ягин, нормальная. Это ты загурел? Мимолетаешь? При делах, да. Да, при делах. А чё, завидуешь? Я? Да ваша аллея на кладбище. Вон какая большая. И тебе место найдется. Заткнись, дура. Совсем страх потеряла. Куда ты прешь? Сюда нельзя. Наскучилась? Строптивая моя. Руки убери. Не твоя. Миндос. А? Слушай, ну там пусто. Ну ладно, погнали. Вечером зайду к закрытию. Ну зайди. Я тоже приду. Пошел. Все, погнали. Твари. Жизни от них нет. Выходи. Девушка милая, а можно я вещь оставлю у вас? Ненадолго. Нельзя. Я слышала, о чем ты по телефону говорила. Ноги в руки и рви отсюда. Да нет. Ну я… Вы поймите, у меня дочка пропала. Я же не могу вот так все бросить и уехать. Я должна ее найти. Вы поймите меня, пожалуйста. На. Да нет ее. В живых. Понимаешь? Что вы такое говорите? Домой езжай. И никому слышишь, что тут была. Они уроды, понимаешь? Им грохнуть, как воды попить. Домой езжай. Здорово! Здорово, мужики. Как сами-то? Здорово. Ну что, челки новые есть? Тачки выбирают, со смены фермерить. Со смены, что ли? Да у меня такие в коровнике помнят. Воняет же. В гостинице холянный шампунь можешь отмыть. Да не для меня это. Прокурор к Надюшке прикатил из Краснодара на охоту. Ну, здорово, скотница. Привет. Привет. В каком классе учимся? В десятом. Лет шестнадцать. Паспорта есть? Есть. В интернате паспорта. Директриса с собой нам не дает. Говорит, сбежим. Правильно дело. Ну, пойди сюда. Папиков любишь? Конечно. Да? Да, мой профиль. Ну, запрыгай. Привет. Прокатиться хочешь? А то. Короче, завтра на базе Николая Владиславович будет. Так что в одиннадцать надо всем выйти. А чё там? А трошки перед я выставили. Так что выездь недолго и по дому. Понял. Погнали. 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 Да. Федя, у нас беда. Громче говори, не слышно. Я не могу громче, я в Лощинской. Где? Ну, в Лощинской, где Светка в интернате. Я говорю, громче говори, пропадаешь куда-то! Света пропал! Мне сказали, что она освежала! Слушай, я не понял ничего. Ты что, Светку из интерната забрала? Куда ж я ее заберу-то, Феденька? Ты ж там в нашем доме с продавщицами живешь. Послушай меня. Ты слышишь меня? Она тебе звонила? Ну, звонила, ну. Разговор ни уму, ни сердцу. Два раза трубку бросала. Все! Нет, не все. Послушай меня внимательно. Когда она тебе звонила? А я помню, я в рейсе был. Че еще? Да ничего. Она мне тоже звонила. А я как раз на рынке стояла. У меня телефон разрядился, понимаешь? А потом я ей звоню, звоню, а она не отвечает. Телесмотрит она. Телесмотрит она. Телесмотрит она. Стой. Стой! Кириллов Струставко. Кириллов Стру has killed automatically, деньги есть? Есть, конечно. Подожди, подожди. Погашник положим. Подожди. Сегодня в районе парка слава героям были хладнокровно расстреляны из автоматического оружия. Двое ни в чем не повинных ребят. Виктор, извините, не могу говорить. Задавайте вопросы. Только представляйтесь, пожалуйста. Корреспондент газеты «Кубанский маяк» Семина Юлия. За последние полгода это уже третий случай. Вопрос, товарищ подполковник, у меня к вам. Скажите, какие принимаются меры для обуздания преступности? Страшно выходить из дома. По улицам в открытую разъезжают люди с оружием в руках. Но мы же понимаем, что близость к Кавказу постоянные спецоперации в сопредельных регионах накладывают определенный отпечаток на обстановку в нашем районе. Постоянно в самом серьезном режиме отслеживаем, пресекаем незаконный оборот оружия. Но стволы ведь как продавали, так и продают. Тут надо навалиться всем миром. Понимаете? Ну вот, и представитель власти, прокурор из Краснодара, случайно. Помогайте нам, погибает станица. Слушай, это я тебя сегодня на автостанции видел, в красном платье. Да. Так ты не местная. У меня что, на лбу написано, что я не местная? Вот написано. У нас такие красавицы в платьях по городу не ходят. Запрещено. Почему? Да потому, что беспредел. Могут вот так вот остановить, машину засунут и в лес увезут. Всю станицу Данью обложили. В сосуд по полной, суки. Бары, рестораны. И нас туда же. Жуть какая-то. А кто же вас всем этим заправляет? Да сейчас покажу. Вон, полюбуйся. Рожью ее висит. И два сынка упыря рядом с ней. И все под ними. И менты, и прокуроры, и суд. Все. У нас мясокомбинат в Отрожках. Соседний район. Так нам приходится рабочих возить под охраной. Наш агрохолдинг нанял вооруженный чоп. Автобус едет. Впереди люди с оружием. Сзади люди с оружием. Это у нас в конце концов что? Получается, в Чикаго тридцатых годов? Станицу разделили пополам. Все оружие скупают. И мы в Отрожках тоже вооружаемся. А что делать? Я частник. Везде бабки тянут, подонки. Они даже так в лесу найдут. Беспредел у нас здесь полнейший. Вон она. Давай, давай, давай. Послушайте, давайте быстрее, а? Ну я вас очень прошу. Кто это? Откуда я знаю? Вандиты какие-то. Это же Волковские. Они нас всех порубают. Свернули они, смотри. Вода, вижу. А преступников задержали или опять ищем? Я думаю, ирония здесь неуместна. В Отрожке отправлены усилия на опергруппа. По нашим сведениям, преступники находятся там. Возьмем их. Это вопрос времени. А скажите, пожалуйста, как на этот факт реагирует областная прокуратура? Почему не реагирует Краснодар? Реагирует. Я здесь, можно сказать, случайно. Я, вон, на охоту собрался. Сдернули с номера. Привезли. Так вот, обещаю. Реагирует. Официально заявляю. Будет реакция. Будет. Будет. Прокуратура края обещает взять это под личный контроль. Все. Все, да. Давай закругляться. Вон он. На выезде давай его прихватим. Ну, подруга моя, попали мы. А-а-а! Пресс-конференция окончена. Всем большое спасибо. Спасибо. Ужинать с нами. Из машины вышли! Ребята, я не пришел! Я не сдам! Ну, иди. Сюда, быстро! Вставай! Вставай, сказал! Вставай! 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 Давай пигай! Ну, пигай с тобой! Быстро! У тебя распечатка с собой? Да, по отрожкам, да. Случайно захватил. Молодец. Пожалуйста. Ну, слушаю. Да, нашли тетрадь. Какая? Да, синяя такая. Да. Все, у меня. Везите ко мне. Понял. Да. Нашлась твоя потеря. С тебя, Могарыч. Будет. Ой, услышал Господь моей молитвы. Ой. Слышал, дай. Фе. Тихо. Что это не знакомо? Пожалуйста, не бейте! Да! Я не стану сейчас! А то сказал ты, да? Да! Давай, давай. Не бейте вашей эту сверпой твою! На! Прикалывайся! Не надо! На! Да! Не уйдет! Документы! Спорт! Спорт! Не бой! Поражаемся, да? Собых домов! Пусть теперь доедет до своего Краснодара. Вышли в топор-группу, ты не лезь. Да, понял я все. Надюш, ты не беспокойся. Жалко ребятам. А себя не жалко семью свою? И себя жалко, Надюш, и семью жалко. Сопли утри подполковник. Лучше малой кровью обойтись, чем станицу потерять. Я так маракую. Вот, Надюш, ты умная. Вот я иногда смотрю на тебя, как ты рулишь, и думаю, как это у меня получается. Раз-раз, все порешала. А ты ведь нигде толком и не училась, да? Меня зона жизни научила. В двадцать пять вышла, сказала себе, рожать буду, жить буду, как Господь велел. А он как велел, Надюш? Ну, швелись. Ну, швелись. Ровно стой. Ровно стой сказал. Черт. Да. Ну, а где вы там? Сколько ждать-то вас, а? С бабой сейчас с этой разберемся и приедем. Какая еще баба? Ну, это… Из Кирилловки. Которая у Борисовны тетрадку сторла. Стоярка? Ну, предупредили и хватит с нее. Билет в зубы и пусть катит свою Кирилловку. Я не понял. Отпускаем или что? Что там? Да не бери в голову, Надюш. Там предупредили тут одно. Ну, давай толком. Что, где, когда… Гендоз. Тропку не клади. Хорошо. Приехала к нам одна из Кирилловской. Дочку разыскивает. А там заведующая фермы была. Ферму закрыли, она на заработки подалась. А дочку сюда в интернат сбагрила. Заведующий? Пусть сюда везут. На кой начи сдалась, Надюша? Сон мне был. Она это… В смысле? Надежда Алексеевна говорит, везите ее сюда. Надюш, вон привезли. Здравствуй, дорогая. Здрасьте. Смотри, утром приехала, вечером уже у меня. Везучая. Заведующая была. Ферма большая? Двести голов. Хочешь со мной работать? Напугалась. Ты прости, их не ведают, что творят. Ведают. Ишь ты. Характер есть. Это хорошо. Соглашайся. Расширяюсь я. Дерг мало не хватает. У меня есть выбор. Ко мне люди годами приблизиться не могут. А ты вот она, рядом. Какую аппаратуру знаешь подойке? Всю знаю. Какую не знаю, освоить могу. А чё к нам приехала? Дочка пропала. И дочку найти помогу. Сама мать. Знаю, как детки даются. Помогите, пожалуйста. Сама двух остолопов воспитываю. О! Привет, мам. Когда поедем? Сейчас, подожди. Здорово, дядя Вон. Здорово, племя. Дай жюточку. Рюмочку выпьешь? ВОЛЬМА ВОЛНУВИВА ВОЛНУВИВА ЗВУЖНОВИВА ВОЛНУВИВА ТОВЕРМА ВОЛНУВИВА ВОЛНУВИВА ОНКТОПРОМ СПОКУПЛЯ НЕКТОПРОМ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok